Потому что вот сейчас вот вы меня требуете маску одеть, правильно? А угроза возникновения чрезвычайной ситуации существует сейчас, в данный момент? Угроза вот здесь вот. Это требование. Ну, значит, есть угроза? Конечно, есть. Конечно, есть. Есть угроза. Вот все, точка. Мне от этого больше ничего не надо. Угроза. Существует возникновение ситуации? Типа что существует? Типа что существует? Типа что существует? Существует на данный момент. Вы обязаны исполнять закон по устранению этой угрозы? Сообщить в МЧС, оградить эту территорию флажками, эвакуировать всех людей и сотрудников. Обязаны или нет? Ну, как это так? После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать? Это возмутительно! Вот кто ко мне сейчас обращается конкретно? Вы же знаете кто. Ну, фамилию мне надо, имя, отчество. Это для интернета, что ли? Да. Зачем? У меня вот есть номер, законная, пожалуйста. Ну, тогда не для интернета, расскажите. Для вышестоящей инстанции. Ну, выключите камеру, я вам представлю. Потому что, вот сейчас вот вы меня требуете маску одеть, правильно? Правильно. А угроза возникновения чрезвычайной ситуации существует сейчас, в данный момент? Угроза, вот здесь вот. Ну, это требование. Ну, знаете, есть угроза? Конечно, есть. Есть угроза. Вот все, точка. Мне от этого больше ничего не надо. Если вы требуете от меня одеть при возникновении угрозы, я вам сейчас оставлю заявление письменное, чтобы вы, во-первых, ну, сейчас сначала устно скажу. А повести ли органы МЧС, поставить ограждение, обеспечить проведение эвакуации сотрудников и граждан. Вы же сказали, что сейчас есть угроза. Обеспечивайте закон, исполняйте. Вы не хотите сами закон исполнять, а от меня требуете. Так не бывает. Это не мы требуем. Ну, сейчас-то. Сейчас-то, ваши требования. Вот обеспечьте это все действие. Я сейчас подам вот на... Вы же не будете в России, но это требование для всех. Для всех граждан. Сейчас вы конкретно, для меня его это, выставили это требование. Вам сложно надеть по уши маску? Причем тут сложно, не сложно. Есть законы. Это цитадель, где царит закон или нет. А мы тут сами нарушаем законы. Зачем это надо? Давайте соблюдайте их. Соблюдайте вот этот закон. Ставьте ограждение. Если вокруг суда есть угроза, вызывайте МЧС. Пока не подтвержден факт угрозы, я маску надевать не собираюсь. Либо подтверждать факт угрозы, либо нет. Так, да не помню, я врачка подкрепляйте. Двадцать шесть. Ладно. Ну или после двадцать шесть. Вот в это время, да? Да, да. Все, хорошо. Нет, вы это оставляйте, его оформят, вы придете и получаете. А, вот как? Ну, конечно. Все, хорошо. Спасибо. До свидания. Примите заявление, пожалуйста. Давайте. Это как-то? Должно сном, яйцо, давьянство. В Тагилстроевский район, у нас организация, понимаете? Организация. То есть шапочку поправить? Ну, конечно. Ну, давайте попробуем. Слушаем Василию. Я ваше лицо не буду снимать. Мне штампик надо сфотографировать. Да, вот у меня была. Вы немножко подождите, пожалуйста. Хорошо? Сейчас я подойду. А что там? Мне нужно запрос на предоставление решения суда и апеллицы. Слушай. Маска оденьте, пожалуйста. Одета. Нету. Смотрите одета. Нас одета. Одета. Деньги, пожалуйста. Одета. Моё законное требование сотрудника полиции. Хорошо. А основание какого закона? Справление федерального закона полиции. Полиция. Там есть промашку что-то? Как правильное? Это нужно требование законное. Ну, требование законное. Носнование какого закона? Отказываетесь в отношении вас, будет у меня физическая сила и социальные средства. Отказываетесь что сделать? Отказываетесь одеть маску. В законе такое есть? У меня законное требование. Но маска одета? Нет, она у вас неправильно одета. Тогда покажите закон, как она должна быть правильно одета. Постановление губернатора у нас есть. Изнание закона не освобождает вас от ответственности. Так, в соответствии со статьей 24 Конституции, требую показать постановление с живой подписью губернатора, раз вы на него ссылаетесь. Я вам еще раз говорю, незнание закона вас от ответственности не освобождает. Хорошо, вас тоже. Конституция у нас для всех равна или нет? Да. Ну, по Конституции вы обязаны предоставить документ. Вы маску одете. Ну, а вы выполните Конституцию. Что трудно вам заставлять? А вам трудно документ предоставить? Я же почему-то в маску поставлю. Вы почему-то в маску. Препонентили всех. Скажите, сейчас на данный момент угроза возникновения чрезвычайной ситуации присутствует здесь? Здесь присутствует? Ну, маску вы одете. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации присутствует. Согласно постановлению 417 правительства, маску одевают только в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Она здесь присутствует, угроза возникновения чрезвычайной ситуации? Вы меня слышите? Маску оденьте. Обязанность одевать маску только при возникновении угрозы в чудесной ситуации. Угрозы сейчас существуют или нет? Скажите мне просто от двух словах. Существуют угрозы или нет? Маску оденьте. Господи, мы снова должны. Угроза существует в возникновении ситуации? Что существует? Существует на данный момент. Вы обязаны исполнять закон по устранению этой угрозы? Сообщить в МЧС, оградить эту территорию флажками, эвакуировать всех людей и сотрудников. Обязаны или нет? Если вы только что заявили на камеру, что угроза существует. Исполните, пожалуйста, закон. Позвоните в МЧС, оградите все флажками, эвакуируйте людей. Вы ситуацию строили, знаете? Правильно? Ничего не знаю. Первый раз от вас слышу. Вот от вас первый раз. Вы говорите какой-то указ. Я говорю, предоставьте, вы его не можете предоставить живой подписью. Потому что его нету. Вы в этом прекрасно знаете. Что нет никакого указа подписанного. Значит, вы отказываетесь. Нет, не отказываетесь. Маска одета. Вот смотрите. Оденьте нормально. Маска одета. Она нормально одета. Нет. В указе что написано? Использовать. Правильно? Вы сами закон не исполняете. Вы подожди ко мне обратились. Как вас зовут? Не знаю. Кто вообще ко мне обращается? Бандит какой-то в черной форме. По требованию гражданина, если я к нему обращаюсь, я покажу служебную. Ну, подказывайте. Требую. Требуете меня показать служебную. Да я, во-первых, вы не представились. Ничего. Что за дела-то? Вы сами нарушаете закон. Меня требуете какой-то законности. Вы что творите-то? По требованию гражданина. Вы нарушили закон уже трижды. Трижды. Даже четырежды. Я не нарушил. Почему вы не представились? Нарушение закона? Требуете меня. Я не представляю. А, статьи 5 о полиции. ФЗ-3. Пожалуйста, представьтесь. Представьтесь. Начнем с ваших нарушений сначала, а потом к моим перейдем. Нет нарушений. Как нет? Вы только что уже полчаса не представляете, со мной общаетесь. Сделал полиции, 19, дежурная часть. Минуточку можно до полного знакомления? До полного знакомления. До полного знакомления. Я не буду снимать. Тем более, как его нельзя снимать, если деятельность полиции гласных. Вы посмотрите. Палец уберите, я посмотрю. 24-й, 1-й апреля. Лоу, бун. Отсвечивает. Ну, отсвечивает. Дайте мне ознакомиться, в конце концов. Я не прочитал. Я не прочитал. У вас делать не будете? Она одета, вы что не видите? Неправильно одета. Как правильно? Покажите мне документ, как правильно ее одевать. Покажите. Ну что, вам трудно? А вам трудно маску надеть? Мне не трудно, она одета, я одену. Покажите документ. Оградите все флажками. Укорируйте людей. Исполняйте закон. В первом деле. В трудности в исполнении закона вашего. Вами. Вами, в первую очередь. Вы понимаете, что я-то исполняю закон. Вы не исполняете его. Я вот сейчас и уже и листочек попросил. Мне надо написать на трех сотрудников, которые бездействуют. Вы тоже бездействуете сейчас. Вы не вызываете МЧС. Почему вы не вызываете МЧС, если есть угроза возникновения, сейчас есть ситуация. Я же вам доходчиво объясняю. Доходчиво. Надеемся, что соответствующие правоохранительные органы будут считать данные видео официальным обращением о противоправных действиях и примут соответствующие меры для привлечения виновных к ответственности. Субтитры создавал DimaTorzok